Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас репортаж из Венеции. Наконец-то мы добрались до этого города. И всё благодаря моим дорогим гостям из Белоруссии. Моим родственникам, которые меня просто заставили конкретно взглянуть и повезти на вот эту вот жемчужину Италии, Венеции. Так, дорогие друзья, мы с вами в Венеции. Сегодня я попробую сделать маленький репортаж из этого города. Поэтому оставайтесь со мной. И я это сделаю. Отключаюсь, дорогие друзья. Итак, друзья, я вам показываю. Вот это вот станция железнодорожная, которая открывает вход в Венецию, скажем, здесь останавливаются поезда. Вот мы приехали в Болонию, Венеция, Санта-Лучия. И вот на месте вот этой станции когда-то стояла церковь. Но для того, чтобы это место как-то привести, в смысле, в такое вот туристическое место, они возвели на этом месте вот такую вот станцию железнодорожную. Это, по-моему, было сделано в 30-х годах, что ли, если я не ошибаюсь. Вот это вот станция. Вот так вот открывается вид по Венеции. Это вот, наверное, большой канал, как я понимаю. И сейчас мы попробуем сделать этот репортаж, дорогие друзья. Я, скажем так, приключения белорусов в Венеции, назовем этот канал, да? Это моя крестная мама, крестная мама из Минска приехала. Вот мы показываем в Венеции. Благодаря крестной маме мы выехали в Венецию, а так бы сидели дома, да, в Болонии. Так, вот, дорогие друзья, приближаемся. Ну, это нормальная жизнь здесь происходит. Вы сами понимаете, что здесь вместо дорог каналы, и люди в школу ходят, ездят, скажем, плывут на таких вот лодках. Полиция, милиция приезжает на таких лодках. Ну, что здесь происходит, практически на ваде. Ну, знаете, что... Там находится, вот я приближу вам, вот этот знаменитый отель. Называется он Гранде Канале, это большой канал называется. И сейчас мы попробуем пешком походить и заснимем то, что у нас получится. Отключаюсь, дорогие друзья, до связи, скажем так. Дорогие друзья, мы начинаем свой поход по Венеции с знаменитого моста, который называется Дель-Лес-Кальце. Понте-Дель-Лес-Кальце. Вот у нас карта. И вот здесь этот Понте начинается, где-то, где-то, я не вижу, плохо видно. Так, вот станция здесь. И вот, так, вот, вот этот мост. Дель-Лес-Кальце. И вот этот мост нас должен вывезти на знаменитую площадь. Но там нужно делать очень большое расстояние, чтобы прийти пешком на эту площадь Сан-Марко. Дорогие друзья, вот мы идем, я вам покажу немного, как выглядит с моста Венеция. И продолжаем наше путешествие маленькое, скажем так. Дорогие друзья. Показываю, как я могу все рассказать, да? Это все большой канал, называется Гранде Каналом. Сейчас приблизимся, покажем здесь. Ну, город на воде живет своей нормальной жизнью. Кто-то перевозками занимается, кто-то перевозит свои коробки какие-то, кто-то торгует уже, торговлю свою развел тут. Все, все нормально, только все это происходит на воде. Отключаюсь, дорогие друзья. Дорогие друзья, мы продвигаемся к площади пьяцы Сан-Марко, Святого Марко. И вот эта вот церковь называется, костел этот, церковь, это же католическая церковь, так. Сан-Джеремия называется. Это церковь, и вот так, вот эта такая площадь, скажем так, представлена. Вот в таком вот ракурсе, с этой церковью Сан-Джеремия. Так, дорогие друзья. Вот вам Венеция, да? Морские песни тут включены, завлекают своими муранским стеклом и поделками, муранскими завлекают, да, туристов. А мы продвигаемся, дорогие друзья. Не знаю, дойдем ли мы пешком, потому что местные люди сказали, 30-40 минут идти к этой Сан-Марко, пьяцы. Ну, мы идем. Отключаюсь, дорогие друзья. Итак, друзья, мы продвигаемся. Понте де Канареджо о де ла Джулия. Джулия. Мост каких-то Джулия. Вот так вот, в таком плане. Расположен вот этот вот каналчик такой. Мы же хотим попасть на эту пьяцу Сан-Марко, поэтому должны проделать большое расстояние. Вот мы поднимаемся. Там моя крестная впереди. И мы продвигаемся, дорогие друзья. Я вам показываю, как представлено. Видите, все. Надеюсь, что руки у меня пока не дрожат, но все возможно. Вот так представлено сегодня Венеция. Покажу вам немного о Венеции, как мы пробираемся в этой пьяце. Когда есть фрукты. Вот такой вот дом. Ну, здесь, я так понимаю, рынок. А рынок. Да, ж там сейчас сталмуды брать. Мы не можем. Мы сейчас в туризме. А так бы мы что-нибудь набрали. Ну, конечно. Так. Дорогие друзья, мы ходим по улочкам. Это естественно. Рука, наверное, будет дрожать. И это тоже естественно. Поэтому извиняйте уже, как получится. Так. Такая вот церковь. Отключаюсь, дорогие друзья. Тамара ждет очередь для того, чтобы сфотографироваться на этом мостике. И я вам покажу вот так вот быстренько. Вот. Следующую церковь. Да, следующую церковь. Туристы тут занимают очередь, чтобы сфотографироваться на мосту. Вот мы их там сейчас снимем. Вот они все позируют там. Вот мы их сейчас снимем. Сейчас буду фотографировать Тамару издалечка. Друзья, продолжаем нашу экскурсию. Нашу экскурсию. И вот мы продолжаем наш путь. Продолжаем. Паула Сарфи монументы. Монументы. О кому это видно из-за неизвестного? Мамушки, думаю, знают. Паула Сарфи. И идем дальше, дорогие друзья. Чао, Анджелита. Дальше. Вот это такие улочки. Вот так вот живет Венеция, дорогие друзья. Дорогие друзья, мы еще не приблизились к площади Сан-Марку. Но мы уже на подходе. Вот я вам показываю. Опять такие красоты Венеции. Такая большая площадь здесь. И мы продвигаемся. Я не знаю, дойдем ли мы до этой Сан-Марку. Но мы до нее дойдем. Так. Дорогие друзья. Так, друзья. Мы с вами опять находимся на большой площади. И по всей видимости, к Сан-Марку мы придем. Поэтому тогда мы уже близки. Я так чувствую, что здесь ряд магазинов. Вот такой мой монумент. Монумент, как всегда. Монумент стоит. Сейчас я вам приближусь. Покажу. Покажу. Продолжение следует. Дорогие. Так, у нас тут есть мов升 Курянов. Паллоб. Люд, погрёpm. Так, ну вот, друзья, близка разъяска, близка разъяска. Потому что мы движемся просто именно с янтой Сан-Марк. То есть с янтой, друзья. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы близки к разъяске. Мы потратили два часа, чтобы добраться сюда. Мы шли-шли, посадятся и дошли. Друзья, мы просто близки. Вот, вот эта знаменитая площадь Сан-Марк. Обалдеть, друзья. Наконец-то. Это стоило того, это стоило два часа ходьбы, чтобы увидеть эту площадь. Дорогие друзья, вот эта красота. Покажите, дорогие друзья. Вот эта красота, дорогие друзья. Без слов. Просто без слов. Просто пройду, помолчу. Ну, как говорится, один раз увидеть и умереть, да? Вот она, Венестрия. Вот сердце этого города, скажем так. Прощаюсь, дорогие друзья. Может, добавлю еще что-то по дороге. Но вот так вот, дорогие друзья. Это стоило того, чтобы посетить это место. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, дорогие друзья, я заканчиваю свой репортаж. Это уже точно заканчивается. Вот эту красоту не могла не показать. Сейчас вам просто опять без слов покажу каждый монумент. Вот так, приближу немного. Вот так. Масса туристов. Конечно. Конечно, знаменитые контактеры. Там, вдалеке, удочку этой... И вот без слов. Венеция, конечно, манит своей красотой. И посетить ее, у кого есть возможность, конечно. Потому что я понимаю, что возможность есть не важного, да? Это стоит того, дорогие друзья. Это стоит того. Ну вот теперь я думаю, что я точно... Точно обрываю мой репортаж. Потому что кино, наверное, будет у меня из двух частей. Ну как вот такое не показать вам, дорогие друзья? Я знаю, что есть много фильмов о Венеции. Много, может быть, видеоблогеров живущих здесь снимали Венецию. Но... И тем не менее, я показываю вам с моей стороны опять вот эти вот замечательно потрясающие места. Так Венеция покорена. Дорогие друзья, со всеми прощаюсь. Со всеми прощаюсь. Тамара, моя Преославь из Минска. Всем пока-пока. Площадь Сан-Марка. Наконец-то она покорена. Прошла не один километр. Со своей крестницей. Ну, слава богу, что она есть. Поэтому здесь и она. Меня бы здесь точно не было. Потому что спасибо за экскурсию, за все. Пока нет, мы ее покорили. Мы Венецию покорили. Белорусы покорили Венецию, дорогие друзья. Белорусы и спрятала с товара. И белорусы покорили за это приключение белорусов. Будним днем в Венеции. Пока-пока, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, эту витрину я не могла не показать. Ну, это же вообще шейк-бликс кру-рэлян. Смотрите, как это красиво. О, он вовсе. Давайте постоим в тишине, называется. Тут муранское стекло. Муранское стекло. Ох, дорогие друзья. Да, здесь просто без слов. Отключаюсь. Тут муранское стекло. Продолжение следует...